Здравствуйте, здравствуйте, мои уважаемые друзья! Я догадываюсь, что вы не понимаете, что я делаю с этой косточкой. Уж не собрался ли профессор Иноземцев изменить географии и заняться садоводством? Спешу вас успокоить, ни в коем случае. Эта косточка, если я ошибаюсь, это персиковая косточка, навела меня на размышления. Только подумать, что вот такая пустяковина может помочь человеку, например, в жаркой пустыне. Как? Объясняю. Пить во время движения ни в коем случае нельзя. Когда тут же выходит с потом, а человек потеет, теряет силы. Что же делать? Пить-то хочется. Вот кладем ядро вот такой косточки в рот и представляем, что это леденец. При этом вырабатывается слюна и увлажняет ротовую полость. Именно сухость во рту вызывает жажду, от которой мы избавились с помощью простой косточки. Но, довольны размышлений, нас с вами ждет чудесная наука география. Что же вы мне сегодня написали? Давайте вместе посмотрим. Надя Барухина из Волоконска просит рассказать о миражах. Слушаю и повинуюсь, уважаемая Надежда. Мираж стволу французской переводится как «видимость». «Видимости» вся его сущность. Ведь что такое мираж? Шутка природы. Оптический обман. Теперь несколько слов о самых известных миражах. Вот идет по пустыне человек. Он выбился из силы, изнемогает от жажды. И вдруг перед ним оазис с озером и зелеными пальмами. Со всех ног человек бросается к оазису. И что находит? Ничего. Все тот же знойный песок. А еще бывает и такое. В небе над морем проплывает целая эскадра кораблей с флагами и матросами на борту. Но и это еще не все. Над Мессинским проливом в Италии время от времени возникали призрачные замки с башенками и крепостными стенами. Правда, сейчас этот мираж предстает в более современном виде. Его дополнили автомобили и прочий транспорт. Да и дома, новые постройки разбавили этот средневековый мираж. Думаю, Надежда, вы обратили внимание, что чаще всего миражи возникают либо в пустыне, либо на море. Но, в принципе, это удивительное явление я воссоздам сейчас, прямо здесь, в кабинете. Для этого нам понадобится зеркало. И что бы такое взять? Ну вот хотя бы этот цветок. А сейчас мы будем создавать мираж этого цветка. Мы его спрятали, а теперь фокус. Вот, пожалуйста, искусственный мираж. Отображение предмета, которого мы не видим. Точно так же происходит и в природе. Над поверхностью пустыни располагается слой плотного горячего воздуха. Он и играет роль зеркала. Какой-то объект, например, оазис, находится за пределами нашего зрения. Но лучи света от оазиса попадают на слой плотного воздуха, отражаются, и мы видим этот оазис. Так сказать, воочию. Как будто он расположен прямо перед нами. Над морем в роли зеркала выступают слой холодного воздуха и слой теплого воздуха. В них и отражаются корабли, идущие где-то там за линией горизонта. А над Мессинским проливом отражается расположенный на берегу город Мессина. Ну что, дорогая Надя, понравился вам рассказ о миражах? Надеюсь, понравился. А мы переходим к новому письму. Женя Новохапцев из Губкина пишет. А вот интересно, кто первым плавал по Охотскому морю? Действительно интересно. Но все Охотское море брать не будем, ограничимся его южными берегами. Согласны? Тогда, друг мой Евгений, смелее в путь. Добро пожаловать в Якутск 17 века. Жизнь в его стенах трудна и тяжела. Одна из причин – острая нехватка продовольствия. Греют православные души только рассказы о том, что в стране Даурии в волю родится хлеб. Хочешь пироги пеки, хочешь пышки. Вот на поиске этого хлебного края и был снаряжен Василий Данилович Паярков. Под его началом находилась сотня казаков. Отряду был дан строгий наказ не обижать тамошних людишек. В Даурию Паярков отправился на дощанниках по рекам Алдану, Учуру и Ганаму. Плавание было поистине героическим. Приходилось преодолевать пороги. На одном из порогов с дощанника сорвало государеву казну, что выдали для торговли с Даурами. Казна потонула и сыскать ее не могли. Казаки даже ныряли за ней, но безуспешно. Первая зимовка состоялась на реке Зее. Но несчастье преследовали экспедицию. Начался голод. Спасались от него молитвой да древесной корой. Когда наступило лето, Паярков сумел добраться до устья Амура. Здесь снова пришлось остановиться. Близилась зима. От местных жителей Паярков узнал о богатом пушниной острове Сахалин и выяснил, что из устья Амура можно попасть в южные моря. Речь шла о татарском проливе, отделяющем Сахалин от материка. В конце зимы отряду Паяркова снова пришлось несладко. От голодной смерти их спасли только коренья, которые они откапывали из-под снега. В конце мая устья Амура наконец освободилось от льда и Паярков повернул на север. Морское плавание на речных лодках-дощайниках продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. За три года Паярков прошел 8 тысяч километров. Он открыл реки Учур, Ганам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейнско-Бурейнскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения. И, наконец, он совершил первое плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Надеюсь, Евгений, я ответил на ваш вопрос. Вот и славно. А теперь нас ждет новое письмо. Алеша Кузьмин из Родников пишет. Дорогой профессор, а правда есть движущиеся горы. Абсолютная правда, дорогой Алексей. И сейчас мы с ними познакомимся. Нам нужно только перенестись вот в эту точку. Это 47 градусов 36 минут северной широты и 13 градусов 47 минут восточной долготы. Это координаты Австрии, в которой и располагаются движущиеся горы. Они – одна из достопримечательностей национального парка «Высокий Тауэрн». Итак, шапки на голову, шарфы на шее и вперед! Нас ждет экспедиция к движущимся горам. Вот эта часть парка называется Граденталь. Не правда ли живописное местечко? Пышная растительность, очаровательные водопады. Но эту идиллию нарушает соседство движущихся гор. Собственно, вот они. Знаете, почему они так называются? Нет, у них нет ног. Просто в этих горах часто случаются оползни. Они происходят так часто, что отчаявшиеся фермеры были вынуждены оставить свои дома и поискать место поспокойнее. Например, деревушка Априах больше подходит для жизни. Еще бы! Она существует уже несколько веков. Об истории деревни молчаливо рассказывают старинные мельницы. А от высокогорной деревни Хайлигенблуд мы двинемся дальше в район парка, который носит название Гроск-Локнер. Но сначала полюбуемся местной церковью, построенной в середине 15 века. Тропа постепенно ведет нас вверх, к пастырце, самому большому леднику в австрийских Альпах. Правда, за последний век он уменьшился вдвое. Но и сейчас толщина его льда составляет несколько сотен метров. Кстати, пастырце движется. Ежегодно он сползает к равнине на 10-30 метров. Находящееся на высоте 2000 метров живописное водохранилище Мазербоден – часть электростанции Глокнер-Копром. Стометровая подпорная стена была построена после Второй мировой войны и стала символом возрождения Австрии. Со стены открываются потрясающие виды. Например, на водопады Кримлер. Огромные массы воды, рожденные в ледниках, с грохотом обрушиваются вниз. Еще один чудесный район парка – пожалуй, самая красивая долина Восточных Альп – долина Иннергшлёс. Особую прелесть долине придает горный ручей Тауэрн. Идти по его течению все равно, что погружаться в сказку. Чем дальше, тем прекраснее. Ну что ж, давайте попрощаемся с Тауэрном. Одним из самых красивых парков в Альпах. А может быть, и во всем мире. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Например, как возникают миражи. Совершили путешествие вместе с Василием Даниловичем Паярковым и посетили движущиеся горы. Но сколько всего нас ждет впереди? Если вы хотите задать свои вопросы, то присылайте их по адресу. 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставляйте на сайте телеканала www.radostemoya.ru Я обязательно отвечу в нашем эфире. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи. И помните, что Божий мир удивительно прекрасен. Редактор субтитров А.Семкин